здравствуйте это канал максимадзе и сегодня я хочу вам рассказать полный сюжет игры gta 4 ее дополнение под названием the lost and damned или же в переводе на русский пропащие обреченные да я делал пересказ сюжета оригинальной gta 4 2020 и в 2021 пересказ сюжета в дополнение второго дополнения баллада гейтони и вот спустя у целых три года блин я делаю обзор на второе дополнение под названием the lost and damned да я делаю приношу большие извинения за то что я так сильно с этим затянул и меня об этом просили но я все никак никак не решался почему да и вот сейчас когда мне снова меня снова попросили это сделать я решил наконец-то взяться за это и сделать обзор на дополнение и the lost and damned тем более кстати говоря я совсем недавно чисто для себя проходил перепроходил оригинальную gta 4 и ее оба дополнения поэтому устраивайтесь поудобнее надеюсь вам понравится и начинаем данное дополнение рассказывает нам о некоем преступном байкерском клане под названием the lost или же в переводе на русский пропащие как вам наверное известно действие как оригинальный gta 4 так и и дополнение происходит 2008 году однако байкерский клан the lost был основан еще задолго до событий игры еще в 1960-х годах и все эти годы байкерский клан занимался нелегальным делом таким как продажа наркотиков рэкеты грабежи убийства и так далее в байкерском клане the lost было множество членов полное их количество мне неизвестно но среди них были также и представительницы женского пола которые в основном давали интимные услуги для байкеров мужского пола среди более-менее известных членов клуба the lost могу выделить таких как джонни клебец протагонист дополнения а также вице-президент клуба джим фиджеральд браин джереми джейсонс майклс терри торп клэй симмонс эшли батлер и наконец президент клуба били грей били грей был весьма эффективным лидером банды однако он был психически неуравновешенным человеком он был жестоким садистским и несколько раз попадал в тюрьму за рэкет за убийство и на и продажу наркотиков били также принимал зачастую довольно таки странные решения из-за чего у него были довольно напряженные отношения с джонни клебецом за некоторое время до событий игры байкерский клан the lost также вел войну с другим байкерским клана под названием ангелы смерти которых били грей всей душой ненавидел били грей помимо своей жестокости и садизма был еще виновником некоторых трагичных событий в том числе и в самом клубе the lost например по вине били грей один из членов клуба ангус мартин стал инвалидом и был вынужден передвигаться в инвалидной коляске и вот начале 2008 года за некоторое время до событий игры били грей был снова арестован за распространение наркотических веществ но по решению суда он был помещен в реабилитационный центр на лечение пока били находился в реабилитационном центре джонни клебец занимал его пост лидера пока он был лидером в отсутствие били байкеры приняли решение продать ангелом смерти байк били чтобы заключить с ними перемирия игра начинается с того момента как некоторые члены байкерского клана джонни джим терри клей брайан и джеймс отправляются в реабилитационный центр чтобы забрать оттуда выписавшегося били грея казалось бы били грей после лечения в реабилитационном центре стал более разумным и более спокойным человеком по крайней мере он об этом утверждал работникам центра однако на самом деле это были лишь наигранные эмоции ведь когда он вернулся в клан the lost и взял снова на себя обязательство лидера он снова взялся за жестокости садизм когда байкеры вернулись в клуб джонни рассказала били о том что они сдали его байк ангелом смерти и заключили с ними перемирие били был в ярости и требовал джонни вернуть ему его байк также он был недоволен тем что было заключено перемирие с ангелами смерти он этого не хотел в итоге байкеры с неохотой поехали возвращать били его байк они направились к одному механику которая была известна местонахождение байка он сначала делал вид что ему неизвестное местонахождение байкой тогда байкерам пришлось применить пытки чтобы выдавать информацию когда тот им выдал местонахождение байка били ударяет его молотком по лицу что вновь показывает то какой он садистки и жестокий человек прибыв к тому месту где находился байк били пропащие вступили в бойню с ангелами смерти байкеры одержали победу и вернули байк их лидера спустя некоторое время после возвращения байкеров в клуб к ним наведываются три члена ангела смерти они обвиняют пропащих в нарушении условия перемирия и объявляют о том что к сожалению придется возобновить войну били застреливает одного из них в спину и отправляет пропащих гнаться за остальными ангелами смерти и прикончить их пока они не донесли информацию о войне всему своему клубу перебив ангелов смерти байкеры решают вернуться в клуб кроме джейса майклса который отправляется встречаться со своей русской возлюбленной спустя некоторое время клуб посещает один давний союзник били некий дэйв гроссман когда появляется джонни он просит его убраться чтобы лично поговорить с били джонни неоднократно продолжает осуждать били за то что он снова развязал войну с ангелами смерти ведь это довольно таки не выгодно для пропащих они от этого несут большие потери напряженный разговор били и джонни прерывает сообщение на телефон били в котором ему сообщают о том что ангелы смерти напали на пропащих байкеры отправляются снова на войну с ангелами смерти в двух местах пока происходили бои джейсон майклс был убит нико беликом по приказу михаила фаустина русского лидера мафии ему очень не нравилось что его дочь встречается с байкером из пропащих белик беспрекословно выполняет приказ об этом узнает били и после бойни с ангелами смерти устраивает поминальную пятиминутку память джейсона в это время джонни клебеттс также ведет дела вместе со своим лучшим другом по банде джимом финтжеральдом они решают угонять байки ангелов смерти и присваивать их пропащим когда джонни и джим угнали и перегнали несколько байков их останавливает полиция двое продажных офицеров из lcpd эд маккорниш и джимми матюс они начали требовать от джима и джонни взятку они отказываются от этого и это вместе с джимми предлагают им над этим подумать и ух и уходят через некоторое время конечно же байкеры решили не вестись на них а показать им всю свою жестокость встретившись с маккортнишем и мэттьюсом джим сначала делает вид что готов дать им деньги однако вместо этого ударяет офицера по животу выливает кофе и крадет пончик заставляя после этого продажных офицеров преследовать их в итоге байкеры приводят офицеров прямо в засаду где байкеры убивают обоих и еще нескольких приехавших таких же продажных офицеров в итоге проблема от них теперь уже нету в следующий раз клуб байкеров посещает криминальный авторитет рэй бачино которому били должен был он просит джонни постараться чтобы тот не загремел в тюрьму по крайней мере до тех пор пока он ему не заплатит затем пропащие поезжают в клуб ангела смерти били говорит что якобы до него дошла информация о том что именно они убили джейсона но на самом деле добили дошла информация о том что ангелы смерти хранят в своем клубе героин которые били хотел присвоить себе а потом продать его за деньги перебив ангелов смерти в клубе били и брайан находит героин и предлагает его забрать себе джонни вновь за это осуждает били так как считает что наркотики не приведут ни к чему хорошему но поскольку били был старше него по званию он не мог отказать ему в этом забрав героин били предлагает джонни отправиться по поводу его продажи к его старой знакомой наркодилиши из бахана элизабете торрес элизабета как раз таки нашла для него одного покупателя в гостях у элизабеты джонни встречается с неко беликом протагонистом оригинальной gta 4 вместе с которым а также с playboy mx они отправляются провернуть сделку по продаже героина к сожалению элизабета была не уверена в этой сделке и неспроста она оказывается засадой полицейских перебив нескольких спецназовцев и выбравшись из здания и докладывает информацию об этом били однако тот похоже не особо то был расстроен и говорит о том что еще по-любому может найти покупку другой покупатель тем временем сам били грей после многочисленных скандалов джонни клебет сам начал сомневаться в его лояльности к нему и решает от него избавиться били узнает о том что героин который пропащий украли у ангелов смерти ранее принадлежал китайским триадам он заключает с ними сделку что они а получат свой героин бесплатно однако обязуются убить джонни клебетса взамен сам били держал в тайне это деяние он посвятил в свой план только самого лояльного к нему члена the lost брайана джереми пока били готовил свой зловещий план он решил что джонни должен пока временно держаться подальше от клуба и поэтому он предложил джонни поработать на его знакомого политика конгрессмена по имени томас стабс джонни соглашается и приходит к стабсу как раз таки после того как то тому сделали массаж стабс вообще ничего похоже не стесняется и предстает перед джонни совершенно голым впрочем не будем об этом много говорить стабс выдает джонни пару заданий первое из них это устранение его дяди наверта который прилетает на вертолете в liberty city а второе это освободить некоторых нужных стабсу людей от полиции пока джонни работал на стабса его просит о помощи его бывшая девушка эшли батлер когда-то очень давно эшли батлер в молодости вообще не хотела становиться преступником и мечтала стать моделью однако начала встречаться с джонни клебетцем и это привело к тому что ее жизни можно сказать рухнула она пристрастилась к наркотическим веществам много байкеров из пропащих употребляли наркотики но в отличие от них эшли превзошла их всех она стала входить в наркотические загулы она употребляла наркотиков куда больше чем любой из байкеров из-за этого у нее случались проблемы различные из-за того что она была очень часто в наркотическом опьянении она стала вести беспорядочную половую жизнь что как раз таки и привело к разрушению отношений ее с джонни она давала другим пропащим интимные услуги и вот однажды она связалась с некоторыми дилерами и устроила с ними наркотическую тусовку однако отказалась платить им за наркотики и те при и те ее приезжали поэтому она позвонила джоне чтобы тот спас ее джонни отправляется на квартиру и спасает эшли которая была опять в наркотическом опьянении она неоднократно признавалась в любви джонни хотя взаимности уже не получала джонни отводит эшли домой и выясняет что она живет в очень неблагополучных условиях бомжатской квартирки внешне джонни сочувствие кэшли не проявляет однако ему очень не нравится в том что эшли так пристрастилась к наркотикам и из-за этого очень много страдает и винит в этом самого себя и он очень надеется что эшли когда-нибудь одумается и пойдет на курс лечения однако надежды практически на это никаких не было тем временем били грей решает привести свой план по устранению джонни клебетта в действие он предлагает пропащим продать китайцам героин однако до джима фиджеральда также доходит информация о том что он принадлежал китайцам поэтому он предлагает отдать ему бесплатно чтобы это не вызвало излишних проблем но конечно же поскольку лидером бил били они были вынуждены послушаться его байкере отправляются на сделку вчетвером били брайан джим и джонни джим и джонни еще даже не подозревают что это подстава для них отбили били отправляет их обоих провернуть сделку в то время как они с брайаном будут находиться снаружи как и было задумано триады попытались убить джонни и джима захватив при этом обратно свой героин джонни и джиму приходится сражаться с трядами они успешно убивают всех однако план били пошел не по плану приезжает полиция и арестовывает его в итоге били снова попадает за решетку а клубом вновь приходится командовать джонни клебицу вернувшись обратно в клуб браин посвященный в план били обвиняет джонни в предательстве и после этого байкерский клан de lost делится на два лагеря более лояльные члены банды будущие друзьями джонни остаются лояльны ему но большая часть байкерского клана остается лояльный били и начинает идти под руководством брайана спустя несколько дней брайан назначает джонни джиму теле и клэю встречу однако встреча оказывается засадой брайан и его подчиненные попытались убить байкеров завязалась перестрелка между джонни и джимом терри и клэем и байкерами которые были лояльны брайану их было очень много однако сам брайан не участвовал в перестрелке а удрал после того как предатели полегли пропащие решили что брайана нужно немедленно устранить уже совсем скоро байкеры встречаются с уже знакомым нам рэем бачино который был ранее в союзе с брайаном однако он выдает им его местоположение причиной этому было то что рэй было необходимо спокойствие на улицах и ему было выгодно чтобы пропащие уладили свои разногласия как можно скором времени джонни приезжает в старый дом брайана и устраняет там его однако есть также возможность и пощадить его если джонни пощадит брайана то он через некоторое время встретит его на улице брайан раскаивается перед ним и предлагает ему помочь сохранить клуб он предлагает джонни съездить с ним в одно место и кое что показать ему джонни не сразу но соглашается на это однако предчувствует том что что-то тут явно не так опасения джонни подтверждаются брайн как он и предполагал заманивает его в засаду убив у всех врагов джонни садится на байк и догоняет убегающего брайана и уже в этот раз окончательно убивает его между тем элизабета торрес снова предлагает джонни клебетсу поработать на нее она выдает ему несколько заданий которые он будет выполнять совместно с кое-каким байкером по имени мальк и его напарником дэшоном с которыми джонни познакомился некоторое время назад благодаря джиму фитджеральду первым делом джонни мальку и дэшону нужно было украсть грузовик в котором кое-какие преступники везли нужные для элизабеты груз охрану на пропускном пункте подкупили специально чтобы и грузовик не проверили джонни мальк и дэшон устраивают там бойню и захватывают грузовик далее элизабета сообщает джону о том что в город прибывает ее старая подруга которая имеет отношение к преступному миру и задача джонни была помочь ей безопасно пройти через аэропорт когда джонни прибывает в аэропорт марта уже была арестована поэтому джонни приходится ее спасать устроив бойню с полицейскими когда джонни привозит марту к элизабете она выдает ему мальку и дэшону еще одно задание провернуть еще одну сделку по продаже запрещенных веществ когда байкеры привезли запрещенные вещества покупателям те решили схитрить просто так забрав наркотики и вызвав для байкеров полицию в результате байкерам приходится поучаствовать в длительной погоне от полиции при этом джонни находился на заднем сиденье мотоцикла и убил большое количество полицейских после этого дела элизабета сообщила джонни что ей следует на некоторое время залечь на дно между тем эшли батлер снова просит помощи у джонни дело в том что пока она искала очередную дозу наркотических веществ она задолжала кучу денег русскому бандиту по имени дмитрий раскалов который является заклятым врагом ника белика из оригинальной gta 4 он отправляет к эшли домой двух своих людей они предлагают джонни погасить долг если тот окажет им некую услугу они хотят чтобы он похитил для них человека по имени роман белик он является двоюродным братом ника белика который по их словам также задолжал им денег впрочем раскалов было очень необходимо расправиться с ника беликом и он решал использовать романа как приманку для него джонни конечно не мог отказаться и он вместе с мальком похищают романа и доставляют его на склад в бог они когда миссия была выполнена они договариваются о том что эшли больше ничего не должна русским впрочем как вы наверное уже знаете ника белик успешно спасет романа после этого эшли предлагает джонни поработать на рыба чину который выдает ему задание с бриллиантами первоначально он должен был сорвать сделку и заполучить эти бриллианты джонни собрал несколько членов the lost west hook где проворачивалась сделка между энтони принцем более известным как гейтони его помощниками эвана моссом и протагонистом баллады гейтони луисом лопесом по продаже бриллиантов они покупали бриллианты у некого повара сделка вроде бы проходила гладко повар получил свои деньги а то не получил бриллианты однако их настигают пропащие и срывают сделку бриллианты оказываются в руках у одного из помощников тони эвана мосса и пропащие отправляются в погоню за ним убив эвана и забрав бриллианты рэй приказывает джонни раскидать их в два мусорных мешка бриллианты из мусорных мешков чуть позже достает по приказу рыба чина не кабелек и рэй отправляет его и джонни провернуть сделку по продаже бриллиантов в музее либертони он они должны были продать бриллианты некому исаку роту сделку по продаже бриллиантов срывает луис лопес прибывшие туда по просьбе гея тони с целью вернуть украденные бриллианты джонни хватает деньги за бриллианты однако решает не отдавать их раю а присвоить их для пропащих об этом вскоре узнает рэй и заманивает джима и джонни к себе в западню рэй заманивает обоих байкеров в свой подвал и пытается с помощью пыток выведать у них информацию куда они дели его деньги но в подходящий момент джиму удается высвободиться и взять в заложники помощника рэй байкеры покидают подвал рэй перед этим джим перерезает помощнику рэй горло оба байкера разделяются пока джонни направлялся в путь за ним погнались и четверо автомобилей с людьми рэя с которыми джонни без проблем расправляется в это время рэй бачино посещает нико белик он и его помощник фил был приказывают у них у преследовать байкеров прибыв на место белик и находит и убивает двух байкеров одним из которых оказывается джим фит джеральд когда джонни возвращается в клуб он встречается с эшли которая докладывает ему печальные новости джим был убит также она рассказывает джонни о том что били грей все это время настраивал рэя бачино против него и предлагает ему обратиться за помощью конгрессмена кстати говоря пока били грей находился в тюрьме джонни пару раз назвали вали агенты файби и говорили ему о том что его близкий друг уже дает показания против него спустя некоторое время джонни клебеттс посещает томас стабс он лично приезжает к пропащим в клуб и говорит ему о том что рэй бачино для него не проблема им занимаются внутренние службы а также он подтверждает информацию о том что били грей находясь за решеткой решил дать показания против джонни клебеттса и других пропащих которые были лояльны ему били грей теперь в результате мог получить свободу и квартирку в аризоне а джонни клебеттс 15 суток тюрьмы после этого джонни вместе с террии клеем отправляются в тюрьму чтобы расправиться с предавшими их били они прорываются в городскую тюрьму и устраивают там кровопролитную бойню с полицейскими и спиц и бойцами спецназа перебив множество полицейских джонни находит били и казнить его о том что у меня было то что что он и я учусь паспорта ну вот он паспорта и убив били грея и вернувшись в свой клуб они видят что пока их не было клуб весь разгромили судя по всему это были люди рыба чины увидев в каком состоянии находится их клуб они решили покончить с ним и жечь его я уйди портал я рис how the fuck did that happen you know how it happens it's that fucked up part of people which means good is never good enough when it wasn't enough we had to be drug dealers we also had to be outlaws to be maniacs to be psychos and to be greedy you know well that combination of greed and fucked up stupidity that works well in the government not so good if you're a fucking crook huh ain't that the truth go ahead let's put this place out of its misery yeah do what you gotta do come on man let's get out of here На этом заканчивается сюжет дополнения GTA 4 The Lost and Damned. Конец получился довольно грустным. После событий дополнения Эшли Батлер говорит Джонни, что собирается бросить с наркотиками и записывается в реабилитационную клинику. Однако даже там она не смогла устоять от наркотиков и вскоре за хранение запрещенных веществ ее оттуда выгоняют. Но это, к сожалению, не самое грустное. Будущее байкеров нам раскрывают спустя 5 лет в игре GTA 5. К 2013 году в игре GTA 5 байкеры переезжают в Сэнди Шоус, неподалеку от Лос-Сантоса. Как мы можем увидеть, Эшли вовсе не бросила наркотики, а может быть даже и наоборот стала курить еще сильнее, глядя на ее обезображенное от наркотиков лицо. Судя по всему, отношения ее с Джонни воссоединились, однако беспорядочную половую жизнь она не бросила. Она стала заниматься сексом с Тревором Филлипсом, одним из протагонистов GTA 5. Об этом узнает Джонни и отправляется к Тревору. Но Джонни за это время, судя по всему, ослабел. Тревор был в ярости от того, что Джонни его оскорбил. Он изначально делает вид, что прощает его, однако затем поваливает его на землю и растаптывает ему голову, таким образом убивая его. Это был такой вот грустный конец для Джонни Клебетса. Тревор жестоко расправился с Джонни прямо на глазах у Эшли. После убийства Джонни, Тревор и его помощники Рон и Уэйт отправляются расправляться с другими пропащими. Он убивает множество из них, включая Терри и Клея. Тревор еще будет неоднократно воевать с пропащими, но история известных нам из дополнения GTA 4 The Lost and Damned на этом вот так вот трагично заканчивается. Спасибо всем большое за просмотр. С вас легко сподписываться, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на блоговый канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»